Похищение пятилетней Нурай Амирали произошло в два часа дня. После уроков, как обычно, школьница ждала свою маму. Правда, забирала малышку в злополучный день. Не мама, а пожилая женщина, рассказывает учителя. По их словам, неизвестная представилась бабушкой Нурай, да и сама девочка признала её. Классный руководитель проводила Нурай до парадного входа и передала девочку этой женщине, которая представилась бабушкой. Она сказала, что сегодня заберёт девочку сама. Нурай сказала, что знает эту женщину, взяла её за руку и они ушли. Через некоторое время в школу за дочкой пришла мама. Когда ей сообщили о том, что Нурай забрала бабушка, женщина отправилась домой. Но дома никого не оказалось. Я вернулась в школу, после чего мы начали искать дочку. Обзвонила всех родственников, опросили всех местных, но всё безуспешно. Никто их не видел. Учителя рассказали мне, как выглядела эта женщина. Ни моя мать, ни мама моего мужа не подходили под описание. После чего мы сообщили в полицию о похищении. Сразу полицейские начали поиски похищенной девочки. Сотрудники криминальной полиции обошли весь микрорайон и опросили людей. Но результатов это не дало. Даже камеры видеонаблюдения, установленные снаружи и внутри школы, почему-то не зафиксировали похищение. По словам очевидцев, похитительница была в возрасте 50-55 лет, азиатской национальности. По описанию мы составили фоторобот этой женщины. Если кто-то её узнал, мы просим немедленно обратиться в полицию по номеру 102. К слову, по данному факту полицейские уже возбудили уголовное дело по статье 125 «Похищение человека». В настоящее время ведётся розыск.